Привет, это Сафронов, у меня сегодня, видите, всё какое-то такое розовенькое, потому что сегодня что-то будет прекрасное, классное, или нет. Сегодня будет фабрика весна, это при этом слове всё расцветает, на душе цветут красивые цветы, влетают бабочки, всё это на душе странно, у вас душа, если там происходит такое. Но, в общем, фабрика весна, я делал обзор на Беру, вот в таком вот формате разговорном, это дополнительный контент про игрушки или около игрушки на этом канале, поэтому можете поддержать лайком, всё-таки ролики выходили почаще, вот так общаюсь с вами практически в лайв-режиме. И мы смотрим, я обещал сделать обзор на сайт фабрики весна. Вот, сегодня будем смотреть их сайт, куклы, потому что там есть классные, есть не очень, непонятные. Очень надеюсь, что фабрика весна имеет чувство юмора, всё, что сказано, это оценочное суждение, сделано это для развлекательного контента, всё такое. На всякий случай, давайте оберег на секундочку, мало ли, вдруг компания весна принадлежит кому-то у нас там, ну, где-то там наверху. Так что вот, оберег есть, был в ролике, всё, достаточно. И дисклеймер тоже разместил, всё. Короче, поехали, погнали, нассорим на фабрику весна. Я обещал сделать обзор на Беру, если смотрели там, посмотрите, много трешовых кукол. Здесь просто сейчас первое впечатление создадим, возможно, этот обзор разделим на несколько частей, чтобы прогуляться как следует по фабрике весна, чтобы весна наступила, наконец-то пришла на нашу улицу. Приходим на сайт, на сайте, кстати, крутые классные фотки, надо отметить лайк оформлению. Большинство российских сайтов выглядит как грязный сапог непонятный. Здесь же всё видно красиво и классно, ну, сайтов с игрушками, которых я был. Здесь же всё прикольно, такие фотки классные, сочные. Главное нам дойти до меховых, до меховых игрушек. Это будет просто топчик, это весна. Зачем это, это делает? Ну ладно, мы сегодня посмотрим, чтобы создать... Просто если я покажу только их, это будет неправильный подход. Поэтому мы сегодня посмотрим на всё. Итак, давайте начнём... О, коллекция Этно. Интересно, что тут есть? Смотрите, баварский костюм. Мы такие какие-то разные... А, куклы в разных костюмах. Мне писали в комментариях, что в весны зачастую люди приходят, вот прям есть фанаты кукол весна из-за какой-то конкретной куклы. Мне больше всего нравится этот эскимос. Ну, смотрите, северянин. И написано эскимос. Северянин. Главное, чтобы он парки не стал делать. Вот, в общем, этот кукла... Эскимос, толеранты сейчас нельзя называть, видимо, эскимосами. Весна решили подойти... Потому что это обижает эскимосов. То есть, как бы национально, как это... Сейчас, короче, такая повестка, что эскимо даже не называют эскимо за границей, потому что это обижает эскимосов. Короче, я не очень в этой теме. Но, видимо, весна в теме. Поэтому сделали. Так, будет ли тут попалитота? Потому что я вижу в норвежском, в чешском и так далее, и так далее. И вот мы видим еще... Вот северянка. Какая-то вот северянки прикольные. А, нет, все, есть. Есть, смотрите, какая прикольная кукла тоже. Они очень здоровские такие. Смотрите, у них костюмчики. Ну, не дешево, тысяча рублей. Хотя, учитывая, сколько кукол стоит. 30 сантиметров. Вот здоровая кукла в костюмчике прикольная. Серия этноклассная. Барбоскины, на, а, это такое. Они просто сделали, чтобы была одна розочка и все. Розочка, до свидосочка. Мне не нравится вообще это. Мультик ничего, но вот дизайн, его оформление. То есть сюжет там иногда приколдесный. Но само вот это вот оформление. Как мне непонятна концепция. Слушайте, кукол вот этих вот военных, ветеранов и всего остального. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы будете играть с куклой? Что вы будете делать с пупсом военным? Я понимаю, солдатиков. Я понимаю, ну, с пупсом, с военным. Что делать? Это не считается? Это не обижает никого? Скажите, пожалуйста. Мы что? Мы сейчас возьмем танкиста. Вот, смотрите, он с медалью. У него, господи, у него награда есть. Вот это да. У него есть награда у танкиста. И мы что, будем его купать, танкиста? Мы его будем переодевать? Я не знаю. Ну, это как-то странно. Ну, для этого просто есть куклы. Мальчик, девочка, по идее, это сделано, чтобы в коляске танкиста катать. Что с ним случилось? Короче, эта странная тема, скорее всего, сделана для того, чтобы просто на Кодню Победы дарить вот такие вот штуковинки. Так, невероятные приключения Аси. Ася. Ася выглядит, как какие-то японские аниме-куклы с огромными глазами, немножко грустными. И в целом тоже огонь. Слушайте, прикольные, прикольные куклы. Какие-нибудь есть тут забавные? Вот, смотрите, русалка. Два в одном. Вот это я понимаю подход. Да? Два в одном. У нее что? Она становится обычной куклой. Это не то, что Барби с хвостом, с пластиковым. Чпоньк! И все. И хочешь с ногами? Покупай отдельно. Ножки отдельно. Ножки в комплект не входят. Только хвостик, рыбий и чешуя. А здесь у нас вот эта вот Ася и с хвостом. Вот мне нравится вот эта вот, смотрите, рок-н-ролльщица. Вот это я понимаю. Смотрите, Билли Айлиш практически кукла. У нас тут Ася. Ася экстремальные приключения. Экстремальные. С единорогом. С цветными волосами. Ага. Как вы такое выпустили? Ребята, вот эта же кукла должна хайпить. Везде быть. Отечественный продукт. Классно. Смотрите, у нее рюкзак. Она на скейте. Вообще. То есть это прямо топ какой-то, да? Просто супер. Так, с Асей мы по-своему разобрались. Моя подруга Милана. А вот это здоровые страшные куклы немножко. Но они пугают. Меня немного меня пугают. Посмотрите. Это как будто... Знаете, это как бы та девочка, которая учится с вами в классе, но может, если вдруг захочет, заставит вас полюбить ее силой. Такая чмок. Все, пошел следующий. Вот. Ну, чувствуется, да, что это мощная, мощная Милана. Кукла Милана. Милана прямо, ну, такая прям. Ух. Бой. Бой женщина. Прямо у нее даже на фотке здесь нарисовано. Кукла Лиза. Лиза, ну, Лиза... Ну, просто вот большие куклы. Видимо, я не очень люблю большие куклы. Люди любят. Мне писали в комментариях, что ты к большим куклам докопался. Я согласен. Докопался. Вы правы. Большие куклы – это класс. Особенно отметят все любители больших кукол. Ладно, я не буду. Достаточно было шуток про Харви в обзоре на кукол, там, где были огромные куклы. Вот, все. Здесь ничего интересного. Вы посмотрели. Единственное, что цены почему-то эти дороже, эти дешевле. Не понимаю, почему 500 рублей накинули. О, какая Анастасия. Анастасия. Не Волочкова, нет? Анастасия, в мехах. Такая с томным взглядом. Такая немножечко Анастасия. Такая, типа, опа. Такая, типа, анастасия нормальная. Хо-хо-хо. Вы смотрите на его. На его, ее глаза. Хотя бы что-то где-то не... Может быть... Они очень сильно соблюдают повестку. Мы же не видим куклу. Может, это и он. Ну, в общем, короче, это прикольные такие какие-то только стилевые куклы. Со всякими, видите, одеждами. В шапках, шляпах, юбках. О, у нас есть. Нету. Сообщите о поступлении. Разобрали. Озвучена еще и кукла. О, она там, наверное... Мы говорим, зарусь. Впрягусь. Там что-нибудь такое озвучено, наверное, интересно. Так, Анастасия. Это малыши. О, а это вот были, да, пупсы какие-то. Ну, здесь какие-то прикольные. Или фотки там выбрали. Просто не очень. Потому что здесь пупсы. Смотрите, милахи в целом-то, да. Ой-ти какой-ти какой. Не, здесь классные фотки. Там, наверное, фотки просто были отстойные. Вот почему. В чем проблема была. Так. Здесь что у нас? Веснушки. Вот это вот немножечко. Немножечко. Вот это вот. Вот это вот немножечко. Хотя он забавный, как, наверное. Не знаю. У меня вот между... Я как бы... Между двух огней. Между двух огней. С одной стороны она криповая. С другой стороны она забавная. Не знаю. Не буду просто ничего. Пишите комментарии. Как вам кукла Веснушка? Какие-то они вот серьезно? Какие-то они странные. Странные куклы эти Веснушки. Но зато какой ассортимент. Боже мой. Где эти все куклы в магазинах? Почему там в основном всякие иностранные? Вот. Вот это вот меня пугало. Вот это вот страшные куклы. Это реально жуткие. Жуткие. Посмотрите. У нее головок какая-то как будто огромная. Ручище. Вот это диспропорциональное. Просто вот когда видишь на сайте это. Ну там вот те куклы. Они... Смотрите на этот взгляд. Ну что это? Я говорю. Ты че? Нет. Фотка еще такая как бы здесь. Вот там фотки классные. А здесь почему, кстати, вот эти вот фотки столько на превьюшках, а к самой фотке, к самой кукле фотографии никакой нормальной нет. Полинка. А это Веснушка. Вы перепутали. Эй, эй, эй. Вы Веснушку перепутали. Ребята, будьте смотреть Весна. Поменяйте на сайте. Видите? Я помог вам, если что. О боже мой. Да, у вас вот эти вот Веснушки. А это должно быть в отделе Веснушки. Почему это Полинка? Это же с мордой Веснушки. Ну у нее просто... А, потому что у нее нет Веснушки. Почему? Странная серия Полинка. Они до конца и не поняли, как ее... Ребята, тут нужно что-то классифицировать. Что-то с этим делать. Так. Мы... Этна мы посмотрели. Коллекция профи. О, вот это сейчас будет хорошо. Началось. О, Митя. Вы помните. Слушайте, у меня был обзор на него. А я не знал, что это Весна и забыл уже... Вот этот военный, здоровенный... Опять. ВДВшник такой или кто он там. Я не знаю. Но это лучше. У него, как минимум, наград нету. Хотя бы. Понимаете? Как-то оскорбление там. Я не знаю, спринял бы кто-то. Здесь просто такой... Ну, типа... Хотя я тоже не люблю переодевание детей в форму. Считаю, что это так ужасно. Вот. Или у меня был вот этот вот. О, вот этот. Генерал практически. Вот еще в шапке с кокардой, со всеми делами. Ох. Какие у нас есть профессии? Так. Девочка полицейский. Кстати, мы тут заявляем что-то про толерантность Барби. А у нас Весна делает женщина полицейский. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот Весне поклон низкий и уважение, и почет. Потому что она делает, вот видите, таких профессий. Митя космонавт. Вот надо кого засылать. Смотрите, космос. Представляете? Приезжает такой на МКС. Илон Маск там, что-то, что-то. И такой приезжает. Открывается там такой Митя. Ооо. Привет. Я Митя. Вот они. Обалдеют, скажите. Это нанотехнологии. Наш новый робот. Так. Митя кулинар. Митя с... Митя где только не поработал. Слушайте, у Митя тяжелая судьба. Пожалейте Митю. Купите его. Купите Митю. Футболист и так далее. О, все. Что-то пошло не то. А нет, смотрите. Морячка. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. И на суше я на море. Боже мой. В голове сколько мусора. Так. Это что у нас еще кто? Это мальчик в костюме шеф-повар. Короче, классная серия профессии. Единственное, что военный озвученное. И пограничник. Витя пограни... Митя пограничник. Ой, ну это, наверное, опять же в подарок. Ну ладно, друзья мои. Мы дошли сегодня до мягких игрушек. И давайте, давайте, чтобы быть объективными, посмотрим их прямо сейчас на мягкие игрушки. Но не на все, а только на часть. Белка офигелка. Ой, это называется игрушки из меха. Я вначале думал, что из настоящего. Боже, мне стало страшно вначале. Я такой, типа, чё? Из меха? Нет, пожалуйста, только не из настоящего, не из натурального. Потому что это очень жутко и страшно. И дико, и жестоко из настоящего меха делать игрушки. Вот. Ладно, еще шуба, которая хуже греет, чем большинство современных пуховиков и всяких этих штук. Это, скорее всего, понты чистой воды. Вот. Ну, кроме каких-нибудь там супермерзлотых районов, где, может быть, да, еще. Ну, и то для них тоже создают специально. Потому что и за границей, и там, например, там тоже в Европах всяких, и в Америках тоже есть холодные весьма регионы, различные зоны. И для них тоже делают и японцы делают, и всякие-всякие делают различную специализированную одежду, которая не включает в себя мех из шуба. Ну, ладно. Ну, а когда ты у нас в теплом регионе, носят шуба. Да, это уже тоже такое. Короче, мы против вот этого вот все, вот этого вот животных. Отстаньте от них мех из животных. Просто ешьте их. Шучу. Короче, шкуру выбрасываю. Знаете, такое, типа, до половины эко-активист такой. Никаких шуб, только есть мясо. Просто, эй, шерсть нужна. Ладно, это у меня замашки с моего веганства. Я когда-то веганил лет семь. Вот, было такое, и у меня осталось там вот это вот все. Но не из соображений жалости к животным, а из соображений и не из соображений здоровья, я не помню. Нет, из соображений жалости. Я уже забыл, из-за чего я перестал. У меня какие-то флешбеки странные. Ну, могу как-нибудь рассказать на Сафронче этот замечательный опыт, чем он закончился, к чему привело, и какие последствия были, и что в итоге плюсы в минусы и всякое такое. Короче, у нас тут про игрушки. Друзья мои, это, в общем, белка-офигелка, да. Что у нее с лицом, я не знаю. Давайте на следующий вопрос. Следующий. Ну, понимаете, у них такие красивые фотки. Ну, они, у них кто-то, видимо, там очень любит этих мягких игрушек. Возможно, кто-то из их руководства любит и сам сделал лично эти дизайны. Что? Но почему? Боже мой, это не волк из Нупогодири. Алло, весна, на приеме. Возьмите трубку. Это не волк из Нупогоди. Это волк из Нупогоди, который, по-моему, объелся белины. Я не знаю, что он объелся. Но он, по-моему, что-то... Он, который насмотрелся, наелся пороженную радуга. Вот. И он такой. Я даже не знаю, нет, он не так, он так выглядит. Я не могу передать это выражение лица. Понимаете, там много очень уровней. Есть там люди, которые это утверждают. Есть люди, которые это подтверждают. Которые вот это вот все. И они на всех этапах согласовали эти игрушки. Они согласовали на всех этапах. И выпустили, и тиражируют их. Это слишком для меня. Это просто. Тут есть еще дракон. Дракоша. Что с его лицом? Господи, он в жизни, по-моему, понимаете, такой, типа... Жизнь. Я видел тебя. Жизнь. Мой нос, он желтый. Не знаю, что он, что в его голове. Но явно ни дракон, ни мысли. И вдруг внезапно вот такой вот заяц. Ну, этот заяц, ладно. Но он тоже странный. Он такой немного, типа... Подождите. Что у меня за мех? Что у меня за мех? Подождите, что это? Иголки? Или мягкие штучки? Что это такое? Короче, заяц, все понятно. А вот это вам как? Это из какого-то крипового, ужасного, страшного мультика. Как будто бы. Это какой-то... Это кто? Это, смотрите, это очень странная игрушка. Вы заметили, не заметили? Но у него тапки в виде кроликов. Это зайцев. Это заяц, у которого тапки в виде зайцев. Так, алло, слушайте, у меня весна. Опять, у меня... Что с вами произошло? У вас это была корпоративная вечеринка? Вы проиграли спор, зачем вы выпускаете мягкие игрушки? Вы выпускаете неплохие куклы. Это вам зачем? Зачем вы делаете этих упоротых чуваков? Нормально? Вы вообще... Вы носите... Возможно, кто-то, отвечающий в этой весне за этих мягких кукол, игрушек, носит дома тапки в виде людей у себя на ногах. Такие люди. У него кожаные тапки, знаете, с лицами людей. И вот этот заяц, он типа тоже любитель вот этого всего, такого развлечения. О боже, он еще такой... Русик. Ну, действительно, что Русик. По-другому как бы и не назвать. Сразу видно. Как вам вот это? Что это такое? Что этот заяц делает? Что он делает? Что он машет? Машет. Что у него за батоны на ногах? Почему он такой? Как будто это все игрушки как будто подверглись мутации какой-то. Они мутировали. Они мутировали. Это мутанты. Это мягкие игрушки в параллельной вселенной. Кот Васька. Ну ладно, здесь я еще... Он, конечно, тоже просто пришибленный на все сто. Но здесь я могу... Могу понять, что здесь, типа, может быть, это прикол. У него такой смешной пупок. Он такой как будто мультяшный. Но дальше все идет хуже. Дальше, ну, крыса... Окей, крыса, короче, это мемасная крыса, которая, знаете, сидит и такая... Ну, давай, расскажи. Как в мемасе. Внимательно тебя слушают. Да, да, да. А точнее. Я бы поставил, если я был начальником... Кого? Мышей? Короче, если я был начальником, поставил бы на стол, и она бы смотрела, знаете, на... Только зарплату приходит человек попросить зарплату. Ты эту мышь так на стол выставляешь? И сам такой... А она смотрит. Ну, говорите, это мой компаньон. Короче, это отличный компонент. Крысенок. Весна. Лешик. Лешик. Вы ребенку психику сломаете за этой штуковиной. Это, типа, леший домовой. Кто? Вы же делали... У вас был мех, вы сделали штуку. И вы такие, типа, это лешик. Ну, да, действительно. Лешик же за 900 рублей. Лось тоже смешной. Окей, лось похож на какие-то... Лось имеет место быть. Ну, а единственное, что он... Лось это дэнсер. Вы смотрите. Это лось, который реально жжет. Который танцует. Вы посмотрите на него. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин сюда музыку но little big кидает страйки если что за своим узлом вот такие народные ребята я как-то по несколько раз пробовал ради прикол кусочек короткий нет на чем я сегодня наверное остановлюсь так вот на этом и так получился огромный ролик потому что это слон и это слон и мне звонит видимо мне звонит компания весна друзья мои мамонт которому стоило вымереть он должен просто все друзья все продолжим во второй части на этом все огромное вам спасибо лайки подписки комментарии дополнительный контент для вас выходит так что с удовольствием я с вами еще встречусь в этом формате ждите на канале пока